Там нет противоречия. Она вот сформировалась и окончалась. Я пытаюсь оправдаться. Ты рефлексируешь противоречие и идентичность. Я поняла, у тебя это на повестке дня. Но я не знаю, мне кажется, что музыкальный... Да блин, не знай. Можно поспорить, если это будет очень корректно? Да, ну давайте, можно. Можно поспорить, если это будет корректно. Можно еще по идеальности. По поводу идентичности. А давайте, почему нет? Быстренько поговорим об этом. Так интересно. Ну, просто если говорить про идентичность ашкеновских, как мы уже их упомянули, и восточных евреев, это как раз момент, когда формируется хасидизм, который от традиционного иудаизма очень отличался. И первые хасиды вообще посмотрели на религию, по-другому, и сказали, боже мой, боже наш. Именно так, это была прямая цитата. Что же это такое? И возможно, у Клэмбера есть какие-то, кстати, ассоциации с хасидизмом, потому что он весь такой каббалистический, немножко вот... Я понимаю, 20% из того, что вы говорите. Ашкеназия в шляпах! Карен, вы же ехали в шляпах. Я знаю, это которые звук. Ашкеназия, как раз они немножко в тот момент находились, как будто в кризисе идентичности, и поэтому говорить про то, что Клэмбер, он про осознание и гармонию между головой и душой, это... Не, наоборот. Как раз Ника говорит, что он формировался в кризисе. Давайте я просто скажу, да, так и есть. Ну, пойдем дальше. Потому что, видимо, я тут совершенно не могу пригодиться. Я не знаю, я не знаю. Я вообще ничего не понимаю об этом. А что ты еще как-то сражение о вашем уговорении, когда я не заказила? Мол, нет, что ты о том знала про... А-а-а! Расскажи потом. Или я тебе, Никусь, расскажу потом, что я там такое говорила. Все в порядке, все в порядке, дорогая. Так, еще поднимите руки, у кого еще есть вопросы, чтобы я знала, сколько их? У меня маленький вопрос, и он не для вас. Ничего страшного. Ну, раз все везде сейчас проникнуло. И вижу, что еще у молодого человека нет коронавр. Это вопрос, где те, кто здесь давно живет. Есть ли Клейзмер в миссарахи музыки? Да. Это очень нет. Я не знаю, как это происходит. О, есть. Восточная, израчная. Восточная. В арабской. В арабской. В арабской. Слушайте, скорее, давайте так. Есть вероятность, что если она... Есть, думаете? Если вы принимаете Клейзмер как компенсию, как Джастнер. Вы спрашиваете, есть ли в современной музыке Клейзмер? Нет. Или именно в Восточной? Вы имеете ли дом из Рафим, который восточный еврей? Да. Это могут быть фрагменты, я просто хотела сказать, что есть современная музыка Клейзмерская, есть группа британская, они смешаны там не все евреи, называется «Ой-ба-вой». Да, все есть. И она современная, с Клейзмером, и очень-очень хорошая. У них, по-моему, всего лишь четыре альбома, и они шикарны. Долгих у меня в жизни не было. Многих альбомов. Молодые ребята совсем. Хорошо. Все, так давайте так, давайте вы это обсудите потом. Ну, а пока вопросы, потому что я чувствую, я не понимаю, что вы говорите, но я чувствую, что тема сложная, животрепещущая и требующая всестороннего обсуждения. Вот. Спасибо. И вообще, нет, на самом деле это прикольно. Это даже вызывает интересное чувство, глядя со стороны взраильтян, так прикольно, вот так по-особому вообще, такие свои порядки. У вас это и такие какие-то штуки, которые не понимают другие люди, хотя я себя нахожу человеком относительно эрудированным, вот, но это прямо какие-то ваши секретики, например, там, я не знаю, секретный язык, вот. А впрочем, эврит, он и есть, ладно. Короче, это, короче говоря, со стороны вы выглядите прекрасно, прелестно и загадочно, вот. Так, пожалуйста. И еще раз. Когда вы рассказывали про Ава-Ава-Ава, Хорошо. Играли. У меня прям футбэк такой был, Королек, птичка, певчая, я где-то с родителями вынужден был смотреть, там прям турецкое такое было. Королек, птичка, певчая, это фильм? Фильм, а там у него уже такая очень известная есть. На поете? Да. Нет, я тоже. Нет? Может кто-то спросил? А у вас был вопрос не еврейский, а да? Нет, просто в одну ночь перекрикала с турецким таким. С турецким? Да, это может быть, это может быть. Но, видите, какой-то вопрос такой ответ. Весь молодой человек был вопрос, я помню, да. Спасибо. У кого-то было у нас до свидания? Нет? А, ну, показалось, значит, листык. А, ну, тут тоже хочу сказать спасибо большое за лекцию. И вам спасибо. А вопрос у меня такой, как вы считаете, насколько язык связан с возникновением той или иной народной музыки, и, в частности, Клезмера? Язык, ну, в смысле слова? Ну, конкретно, касаемо Клезмера, это будет Идиш. Можете повторить последнее, у кого-то язвы на Идиш? Идиш, Идиш, язык. Я не знаю, Идиш, и иврит не знаю. В смысле, если люди живут, в котором наповодят одной земле и что-то там музицируют, а потом они начинают придумывать, какое слово будет для камня и трепоты. Ну, вот иврит, мизрахим, Лезмер, Идиш. А, в смысле, может ли быть такое, что язык влияет на музыку? Ну, хорошо. Что касается тональных языков, тут все абсолютно очевидно. Но ведь их не так много. Давайте я перечислю все, что мне приходит в голову, потому что у меня тоже нет для вас ответа. Это слишком сложный вопрос. Но какие у меня есть еще наблюдения? Я пыталась ответить для себя на вопрос, почему на русском языке у ребят в 80-е и 90-е получалось гораздо хуже читать рэп, чем у ребят на английском языке. Он получался весь немножко детсковатый. В тот момент, когда рэп еще не стал самостан, а копировал уже имеющиеся образцы, буквально брались те же биты, те же ритмы, те же ноты, и прочитывалось на русском. Все это звучало не стильно, а по-английски стильно. И до сих пор есть как будто такой эффект, знаете, иногда нет, да и попадется мне ролик в ТикТоке о том, что когда ты вдруг прогуглил какие слова в любимой тобою английской песни. Как будто бы все на английском звучит прям старт лишь. Я обнаружила, что отчасти это связано с тем, что в английском языке больше односложных слов, которые if, can, I, ну вот это вот все. И в некоторых стихотворениях можно выделить и увидеть, что 20% всех слов действительно односложные. Например, я брала стихотворение Рильярда Киплинга «If» и смотрела, и там прям похлестки, вот эти прям односложные слова есть. А в русском все время вот что ни слово, то тип причастия. И вот такое странное месиво очень красиво ложится в литературные опусы и очень плохо ложится на рэп, в котором должен быть четкий ритм. В этом смысле язык, у которого длинные слова, вокально имеет меньше шансов на то, чтобы быть ритмичным. Язык, у которого более короткие слова, а мне так кажется, в Убрите есть короткие слова, двум словами. Я ничего не знаю про Идиш, извините, я не... А, мне говорили, что Идиш, это смесь... Я не перестала, а про Идиш, это древний еврей диск. А, хорошо, я его не знаю, я его не слышала иногда. Если вы его знаете, вы можете мне что-нибудь на нем сказать, я попробую поанализировать, но мне кажется, это имеет мало смысла. Короче говоря, про длину слов надо обратить внимание, на что еще? А, может быть, на количество шипящих, которые препятствуют тому, чтобы длить мелодию в том месте, где они есть. И это будет влиять на то, как люди лепят мелодию, когда поют ее. Больше влияние вряд ли где проявится. Если вы думаете про мышление, нейроны какие-то, понятия не имею, ничего не знаю. Первый раз я залезла посмотреть что-то, касающееся мозга непосредственно, разных его мозговерей. Как раз этим летом я делала исследование о том, как поменялся слух людей с 1900 года до 2000 года и меняется до сих пор под влиянием электронной музыки. И для этого мне пришлось прям засучить рукава и гуглить все эти амигдалы, миагдалы, амогдалы, там слуховые тельца, такие сякие, тональные карты, вот это вот все. Но для меня это темный лезь, я про мозг ничего не знаю. Про язык тоже. Это вам нужно Армена Захаряна привезти. А он там знает много. Привезти какое-нибудь исследование. Калмановского, да, кстати. С музыковедом свести, произвести себя. Это хороший формат, это могло бы быть хорошо. Это могло бы быть хорошо, действительно. Приезжают к вам ребята, лекторы? Калмановский приезжал к вам? Регулятор. Как здорово. Ну, получается, мы два года жили, соседились, но вот больше на соседнем. Все, да, как хорошо. Привет ему. Как у него опыт работы с Арменом и Тамарой Натальдой? Ну, как работа? Мы сейчас с ласть посидели, мы ничего не делали. Мы подготовились, и все. Спасибо большое. Ну что, ребята профессионально работают, очень фрегматично, неспешно, них никого не перебивает. При этом динамика, ковыставание, мне кажется, у нас была скорее отдыхательного типа. До свидания. Такая вот. А вот вспомним, ну вспомним, это мне такой темп нравится. Он меня как-то вот прям упоюдивает. В самом лучшем смысле этого слова, чтобы можно было раскрыть свои чувства. Мы с Арменом довольно близко, дружим, много переписываемся. С Тамарой Натанной практически не знакома. Мы вот только и познакомились, когда готовили подкаст. Ну и вот как-то так, взяли их обоих, мне бесконно нравится, очень люблю моих коллег. Мне понравился Босха, или я понравился. Вам понравился мой взгляд на Босха? Совпал с моим. Совпал с вашим. Речь идет про то, что мы записывали подкаст про Босха с Арменом Захарянком и Тамарой Дельман. И Тамара Натана сказала, что когда смотрят на Босха, ей плохо и страшно. Я сказала, что когда смотрят на Босха, на его картины, мне весело, потому что это много странных человечков. Она сказала, что однажды видела человека в музее, который совершил непонятный для нее жест. Купил с картиной Босха чехол для очков. Я сказала, что в принципе это могла бы быть я, если бы я носила очки. И таким образом у нас разошлись взгляды, и это было потрясающе. Ну вот как-то так. В общем, извините, что я не смогла ответить на ваш вопрос. Видимо, я таким образом отсылаю вас к другим людям. Не смогу на него ответить. Давайте так, секундочку, сейчас был еще вопрос у кого-то из задних людей, или все? По-моему, может быть и все, да? Ну и последний шанс, если что-то такое, надо поболтать. Или уже доболтаем у входа. Уже доболтаем у входа, пока все, договорились. Договорились.